Норвегия Однако грубое нарушение границы было налицо, и Верховное командование НАТО принимает беспрецедентное решение – лодку уничтожить, обломки корабля предъявить в Организацию Объединенных Наций как доказательство советской агрессии. Четыре десятка натовских кораблей забрасывают бомбами столь любимое туристами местечко норвежского побережья – Сапнафьор. Но когда каждый метр морского дна уже был перепахан взрывами, лодка невиданных размеров, а самое главное – формы, всплыла на поверхность и, сверкнув лаковым корпусом, ушла в открытое море. Объяснений этому невероятному факту было только два. Либо русские испытали совершенно новый подводный корабль, либо побережье Норвегии посетило неизвестное науке морское чудовище, а может быть даже космические пришельцы. Этот рисунок – единственное изображение объекта, который норвежцы приняли за советскую подлодку и пытались уничтожить. Как видите, объект не похож ни на один из известных типов субмарин. Одновременно в небе было зафиксировано появление нескольких неопознанных летающих объектов. Они перемещались очень быстро и явно сопровождали морского гостя. Попытки сбить хотя бы один воздушный объект тоже результатов не принесли. Информацию о том, что побережье посетили неопознанные подводные и летающие объекты, напечатали во всех газетах. Это стало настоящей сенсацией. Однако для американской разведки в этих сообщениях не было ничего неожиданного. Военно-морской архив США содержит информацию о том, что еще в 1964 году в Тихом океане подводная лодка ВМС США обнаружила рядом с собой точно такой же объект. Приняв его за советскую субмарину, американцы решили задержать нарушителя. По какой причине произошло столкновение, установить не удалось. Известно только то, что произошел сильный взрыв. С корабля сопровождения был спущен подводный аппарат, который доставил наверх что-то похожее на кусок обшивки неопознанного корабля. Но тут произошло невероятное. Лишь только спасательная операция вошла в свою решающую фазу, как акустики вдруг стали докладывать, что в районе катастрофы внезапно появилось 15 неизвестных подводных объектов, каждый из которых не менее 200 метров длиной. Они наглухо заблокировали район поиска. И когда через несколько часов исчезли, на месте катастрофы не было ни одного предмета. Исчезли обломки даже погибшей американской субмарины. Был сделан анализ фрагмента обшивки, который успели поднять. Оказалось, что состав металла ученым неизвестен. В земных условиях такой сплав не существует. После утечки этой информации военно-морская разведка США официально не подтверждает этот эпизод. Так была ли встреча с неопознанным подводным объектом? Можно предположить, что так спецслужбы просто решили скрыть истинную причину аварии. Но тогда возникает вопрос, где обломки погибшей лодки? И кому принадлежали таинственные подводные объекты, которые наблюдал все-таки не один десяток моряков? Неопознанные летающие объекты беспокоят военных моряков не только США, но и Советского Союза. НЛО могут погружаться на большую глубину, развивать огромную скорость и даже атаковать. В то самое время, когда американцы охотились на морских пришельцев, на другом конце мирового океана, экипаж советской атомной субмариной становится свидетелем еще более необычного явления. Во время планового всплытия рядом с лодкой был обнаружен объект, внешне напоминающий гигантскую сигару. В начале командир лодки решил, что это патрульный дирижабль и приказал срочно готовиться к погружению. Однако то, что они увидели в следующий момент, заставило экипаж в буквальном смысле оцепенеть. Воздушный объект стал медленно погружаться и скрылся под водой. Гидролокаторы зафиксировали звук этого погружения. Затем из объекта ударил мощный луч. Через 10 секунд примерно второй луч в сторону корабля, который шел с правого борта. Ну, эти лучи, в общем-то, так они оставались некоторое время. И потом погасли. Но этот предмет, он начал приближаться к подводной лодке. НЛО завис буквально над подводной лодкой. И я уже не видел полос, а видел только темную часть нижнюю, где не просматривалось ничего светящегося. Через некоторое время, там где-то около одной минуты, он снова начал удаляться в том же направлении, откуда появился. Размеры его в диаметре где-то от 8 до 15 метров, вот в этих пределах. Но это точно, поскольку он был довольно близко от подводной лодки, и я его края, так сказать, фиксировал. По неофициальной информации, еще более таинственная встреча произошла на Байкале во время окружных сборов подразделений водолазов-разведчиков. Ветераны рассказывают, что во время выполнения учебного погружения бойцы этого сверхсекретного подразделения столкнулись под водой с группой неизвестных пловцов. Вначале их приняли за подводных диверсантов вероятного противника, хотя откуда им взяться на Байкале? Тем не менее, наши водолазы попытались задержать нарушителей. Завязался подводный бой. Несколько наших водолазов погибли. По некоторым данным, под водой произошла встреча с очень странным противником. Таинственные пловцы имели рост не менее трех метров. Одеты были в чешуйчатые костюмы серебристого цвета. Но самое главное, как и персонаж знаменитого фантастического фильма «Человек-амфибия», они не имели аквалангов. К тому же под водой они передвигались со скоростью, невозможной для обычного человека. Министерство обороны не комментирует этот эпизод. Ветераны военно-морского флота говорят, что доклад наверняка имел высшую степень секретности. Существовал в единственном экземпляре и, скорее всего, сразу же был уничтожен. Так кто же были эти таинственные пловцы? Все говорило о том, что наши разведчики имели встречу либо с инопланетными пришельцами, либо с таинственными подводными монстрами. Конечно, самое простое объяснение – все-таки водолазы-нарушители. А все необычные детали этой встречи могли просто показаться. Однако ученые склоняются к тому, что неизвестные науки обитателя морского дна вполне могут существовать и даже иметь человеческий облик. Ведь у человека-амфибии, придуманного писателем-фантастом Александром Виляевым, оказывается, был реальный прототип. История даже сохранила имя этого юноши, который в 17 веке жил на берегу Бискайского залива. Его звали Франциско де Лавелла Кассар. Он умел дышать под водой. Пальцы, рук и ног имели перепонки. Как говорят церковные записи, 9 лет человек-рыба находился в заточении в монастыре францисканцев, а потом сбежал в открытое море. Что это – красивые легенды? Или факты, неизвестные современной науке? Сегодня ответа на этот вопрос нет. Однако таинственные существа и неизвестные объекты фиксируются радарами. Их наблюдают военные моряки и пограничники. Их появление провоцирует даже шпионские скандалы. Только в 1986 году скандинавские страны заявляли Советскому Союзу протест по поводу нарушения морских границ 16 раз. Советских моряков обвиняли в том, что они используют какие-то суперсекретные подводные лодки, глубоководных пловцов-роботов. В прессе даже появлялись странные снимки. Это как будто следы гусениц неизвестного подводного монстра. Надо сказать, что в Москве эти обвинения вызывают вначале удивление, а потом и тревогу. Чьи художества приписывают нашему флоту? Несмотря на попытки опровергнуть обвинения, ноты протеста в адрес советского МИДа поступают одна за другой. Скандинавские страны предъявляют новые факты и доказательства нарушения границ со стороны нашего подводного флота. В конце концов, Советский Союз и НАТО оказываются на грани серьезного конфликта. И тогда командующий Северным флотом адмирал Чернавин, с согласия высшего руководства страны, собирает экстренную пресс-конференцию и делает сенсационное заявление. Обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили ее там. И я вам скажу спасибо за то, что вы это сделали и показали нам какие-то ее останки этой подводной лодки. И я вам объявлю всем благодарность. Однако на Западе это заявление было воспринято как вызов. В Пентагоне готовится специальная операция под кодовым названием Энеидов. Задача ставится четко. Любой ценой захватить или уничтожить советскую лодку-призрак. Уже в ноябре береговая разведка Норвегии докладывает об очередном нарушении морской границы. Для уничтожения лодки было принято решение использовать главный позырь ВМС США. Сверхсекретную торпеду. Самая новейшая торпеда, которая была в них, так сказать, произведена, они ее, значит, так сказать, тоже пустили для того, чтобы уничтожить эту подводную цель. Она, эта торпеда промахнулась, значит, и не попала ни в какую цель, а затонула. Тогда была целая операция организована, потому что это сверхсекретная торпеда, надо было ее поймать, надо было ее достать, надо было ее найти и так далее и тому подобное. В общем, ажиотаж был очень большой. Неудачу с применением сверхсекретной торпеды командование НАТО переживает очень болезненно. Но еще более неприятным выглядит другой вопрос. Неужели Советскому Союзу удалось действительно создать такую суперлодку, которая абсолютно неуязвима? Чтобы оправдаться в глазах общественности, Пентагон отдает в прессу все имеющиеся в наличии факты, косвенно подтверждающие советский след. Результат анализа этих фактов оказался более чем неожиданным. В результате этого ажиотажа были какие-то предъявлены, так сказать, на международную арену, какие-то пленки записи шумов, там, различных, которые похожи на шумы подводной лодки, еще там что-то. Эти шумы анализировались, потом доказывалось о том, что, значит, эти шумы не имеют отношения к подводной лодке. Встречи с неопознанными объектами моряки фиксируют с пугающей регулярностью. Тревога моряков вполне оправдана. Любой неопознанный объект вблизи атомного крейсера – источник повышенной опасности. А если этот объект ведет себя непредсказуемо? Если с точки зрения земной логики невозможно объяснить, почему он так быстро движется, почему способен летать по воздуху, погружаться в море, появляться и внезапно исчезать, то эта опасность удваивается. Всего за 4 месяца 68-го года при загадочных обстоятельствах погибли 4 подводных лодки. В Средиземном море – израильская лодка «Дакар» и французская «Минерва». В марте в Тихом океане – советская Ка-129. А в мае в Атлантике бесследно исчезла гордость ВМС США – атомоход «Скорпион». Когда специалисты анализировали причины этих морских катастроф, выяснилось, что в трех случаях из четырех командиры подлодок докладывали о таинственных объектах неизвестного происхождения, которые были зафиксированы в непосредственной близости. Возможно, это совпадет. А если нет? Еще раньше специалисты военно-морской разведки вынуждены были обратить внимание на один странный факт. Каждый раз незадолго до появления неопознанных объектов электронные приборы начинали фиксировать резкий скачок магнитного поля. От одних наших кораблей специфических, такой специфической направленности, поступала информация о том, что, да и лодки сами это наблюдали, повышенное электромагнитное поле под водой. Эта аномалия, с чем она связана, трудно сказать. Никаких чужих объектов там не находилось. Потом обычные объекты, обычные подводные лодки, какие-то батискафы, научные суда, научные объекты подводные глубокого погружения, они такого электромагнитного поля создать не могут. Откуда берутся эти аномалии сгустки энергии? Факты такие были. Сведения поступали. Именно эти сгустки энергии и могли выводить из строя сложное электронное оборудование атомного крейсера, а значит, и быть причиной морских катастроф. Впрочем, как выяснилось, неопознанные объекты воздействуют не только на технику, но и на человека. Этот эпизод произошел с нашей подводной лодкой во время боевого похода. Вот что было, когда лодка всплыла на поверхность. В одной из ночей в феврале 1972 года всплыл, стал осматривать горизонт, и вдруг я увидел нечто непонятное. То есть, в общем-то, над горизонтом, ну, угол приблизительно места так, это максимум 3-4-5 градусов был. Что-то похожее такого на круглое чуть-чуть, эллипсовидное чуть-чуть, но достаточно большое казалось мне, и недалеко, как мне показалось. Луна была совершенно в другой стране, а это нечто было такого оранжекрасного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение. Просто аж какое-то давящее на психику, ну, я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторое создавало. Это не было кораблем, не было судном, то есть не было надводным ничем, надводным, никаким-нибудь там объектом. Это было что-то над поверхностью. Поэтому мы приняли решение, ничего в журнал не записывать, поскольку объяснить мы не в состоянии были, что это такое, а погрузиться и продолжать выполнять задачу. Зафиксировать появление неопознанных объектов крайне трудно, однако такие свидетельства также существуют. Эти уникальные снимки были сделаны в районе Канарских островов. По словам моряков, из-под воды неожиданно вылетел огромный темный объект и устремился вверх. Через мгновение он вспыхнул огненным шаром и, повисев некоторое время в районе судна, исчез, оставив яркое светящееся облако. Через два месяца аналогичное явление наблюдали уже черноморские моряки. Из-под воды прямо перед кораблем вылетел сияющий диск, ярко осветивший лучом все вокруг. В этот момент и был сделан этот редкий снимок. Через полгода тревожная весть пришла из района Курильских островов. Во время учебного похода крейсера «Варяг» неопознанный летающий объект на огромной скорости приблизился к судну, облетел его, как будто наблюдая за действиями команды, а затем на глазах у изумленных моряков стремительно погрузился в океан, при этом не подняв даже брызг. Эти очень разные случаи, которые происходили в разных точках мирового океана, объединяет один очень странный факт. Моряки, которые наблюдали появление неопознанных летающих или подводных объектов, отмечают, что в этот момент они начинали испытывать внезапное чувство психологического дискомфорта, непонятного страха. Многие чувствовали сильную головную боль и общее недомогание. В те годы все, что было связано с НЛО, в Советском Союзе официально считалось антинаучным. Говорить о том, что кто-то видел какой-то объект, и при этом у него разболелась голова, было просто небезопасно. За такие разговоры военный моряк мог лишиться должности, а мог и в психушку угодить. Поэтому, конечно, люди делились между собой информацией, но делали это в узком кругу и без посторонних ушей. Подводводка вернулась в базу, в Гремиху. Через день там собрались у меня дома командиры со своими там женами, ну, почествовать счастливое возвращение. Я говорю, ребята, вот, был такой случай. Стыдно признаться, но он какое-то действительно вот гнетущее впечатление, даже какое-то чувство страха вызывал. На кухне сидит Виктор Кулаков, командир подводной лодки нашей же бригады, который передо мной ходил на этот рубеж в январе месяце. Он сидит и говорит, Юра, я точно так же, один к одному, в этом же месте, видел то же самое, точно так же, как и ты, делал попытки подойти, разобраться, посмотреть, махал рукой, погружался и уходил. И, естественно, говорит, я тоже никуда не записал, но тогда еще директив никаких не было, докладывать о неопознанном объекте не надо было, ну, тем более нас ничего это не обязало. Была и еще одна причина, по которой моряки не спешили докладывать о таких встречах. В некоторых случаях приборы просто ничего не фиксировали. То есть радары показывали, что на десятки километров горизонт чист, а команда наблюдала рядом с судном яркие огненные шары, треугольники. Иногда это и вовсе были объекты в виде летательных аппаратов непонятного происхождения. В районе Канарских островов команда нашего корабля ясно наблюдала объект, который представлял собой классическую летающую тарелку. Точно такую же, как в фантастических боевиках. Я имел возможность не только наблюдать зрительно этот объект, но и заглянуть в бинокуляр с увеличением в 20 раз, 20-кратный. Объект наблюдался в течение примерно 20 минут. И я хорошо его успел рассмотреть в стереотрубу. Это, как я еще раз говорю, классической тарелки из тумя ножки. Верхняя часть абсолютно гладкая, скажем, как парашют, а нижняя, она больше похожа на угол. Естественно, с большого расстояния, трудно говорить о конкретных размерах, но цвет, цвета огня, желто-красные такие тона, без переливов, ровный свет. Это видело большое количество народу. Это кроме вахтенного офицера, сигнальщика, который обнаружил приглашенный на верх командир, я его видел, значит, и порядка 50 курсантов. Однако, несмотря на большое количество свидетелей, наблюдавших летающую тарелку, технических доказательств этого явления не было. Экраны радаров были пусты. А значит, либо моряки видели какой-то фантастической природы мираж, либо все они стали жертвой массового гипноза, либо летательный аппарат обладал уникальными свойствами и был просто невидим для приборов. Таких случаев было несколько, и именно на эту особенность НЛО военные специалисты образили внимание в первую очередь. Отраженного луча мы не получали. У нас возникло впечатление, что поле, которым окружен этот неопознанно летающий объект, оно поглощает электромагнитное излучение и не дает отраженного луча. Именно такой принцип поглощения электромагнитных лучей позже ляжет в основу сверхсекретной технологии стелс и позволит американцам строить самолеты-невидимки. Однако в этих самолетах электромагнитные лучи поглощает все-таки специальное покрытие самолета. В случае же с неопознанными летающими объектами, если они действительно существуют, речь идет о недостижимом для нашей науки технологическом уровне, создавать вокруг корпуса непроницаемое поле. Все эти факты не могли не волновать военных. Такая информация до меня доходила. О том, что кто-то видел где-то какой-то летающий объект, который перемещался очень как-то необъяснимо, который исчезал, появлялся и так далее. Таких докладов становилось больше, больше и больше. И уже просто от них отмахнуться, грубо говоря, было нельзя. Что делать с этими донесениями, никто не знал. С одной стороны, версия инопланетных пришельцев была слишком экзотической, чтобы ею заниматься всерьез. Но с другой, речь могла идти и о применении противником сверхсекретного оружия с неизвестными науке характеристиками. А это уже угроза национальной безопасности. Тогда и было решено подключить к расследованию всех этих странных фактов разведку. В результате, донесения легли на стол начальника разведки ВМФ вице-адмирала Юрия Иванова. С этой информацией надо было что-то делать, и он вызывает к себе Владимира Ажажу, руководителя экспедиции на подводной лодке «Северянка». Иванов вывалил мне несколько томов донесений о наблюдении неопознанных летающих объектов на флотах и флотилиях. Я прочитал эти донесения, и за три часа из обычного человека трансформировался в уфолога. Я понял, что это серьезно, и это требует глубоких, фундаментальных научных исследований. Но прежде чем проводить исследование, нужно было разобраться с самим предметом исследования. Может быть, все это выдумки, галлюцинации, мираж? Сомнения отпали почти сразу. Ведь докладывали о своих встречах с неопознанными объектами опытные моряки, люди авторитетные, много лет отдавшие флоту. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота, контр-адмирала Владимира Домысловского, которого я знал лично. Он неоднократно докладывал о зависании в отдаленных акваториях Тихого океана гигантского цилиндра над водой длиной в несколько сот метров как бы металлического серебристого тела, из одного конца которого, как пчелы из улья, вылетали мелкие неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, заныривали под воду, затем выныривали обратно, вновь залетали в этот самый цилиндр, и так многократно совершив свои циклы, загружались с него, и цилиндр уходил за горизонт. Согласно донесению, неопознанный объект выглядел примерно так. Тело цилиндрической формы, если судить по цвету, выполнено из металла, представляло собой базу, с которой стартовали летательные аппараты, и, совершив полет, возвращались обратно. Впрочем, были донесения, которые вызывали еще более серьезную тревогу. Неопознанные объекты не только наблюдали за подводными лодками и военными кораблями, но даже и предпринимали попытки нападения. Были донесения о том, что командиры подводных лодок с помощью гидроакустической аппаратуры им докладывали, они были вынуждены уклоняться, маневрировать от неопознанных подводных целей. Был случай, когда современная атомная подводная лодка попала в клещи и была вынуждена всплыть. И тогда шесть неопознанных летающих объектов, шесть летающих тарелок, симметрично, так сказать, которые окружали подводную лодку, они взлетели и ушли за горизонт. С такой ситуацией столкнулась флотилия боевых кораблей Аргентины. В своих территориальных водах они обнаружили две подводные лодки необычной формы. Согласно отчету, одна лежала на грунте, другая описывала вокруг нее круги. Противолодочные корабли сбросили на нарушителей границы тонны глубинных бомб. Однако это не помешало таинственным объектам всплыть на поверхность и развив невероятную для морского судна скорость уйти в открытое море. Вдогонку был открыт артиллерийский огонь. Он не причинил объектам никакого времени. То, что в следующий момент увидели моряки на экранах гидролокаторов, ошеломило их. Количество так называемых лодок вначале удвоилось. Затем их стало шесть. Они излучали странные, ни на что не похожие квакающие сигналы. Рассматривалось две версии происшедшего. Первая, конечно, диверсия советского флота. А вторая, территориальные воды Аргентины посетили подводные пришельцы. Однако странные сигналы становятся настоящим кошмаром и для советских моряков. Когда его слушаешь, он напоминает, может быть, кваканье лягушки или что-то похожее. Почему их и назвали квакерами. И он, как и лягушка, лягушка квакает, потом она вдруг замолкает, потом опять начинает квакать. То есть у нее есть какой-то период, какая-то продолжительность, чистота. То она начинает быстро квакать, то значит там квак-квак-квак-квак-квак, потом значит квак-квак. Так и квакя примерно. Таинственные объекты, излучающие такие странные сигналы, начинают буквально преследовать советский подводный флот. Моряки с недоумением рассказывают друг другу о новых встречах. Военно-морская разведка фиксирует координаты. Район их стал расширяться. Если раньше был в Атлантике, то уже стал переходить на, предположим, я говорю про север, значит Норвежское море, а в дальнейшем уже где-то там на границе западные границы и в Баренцу море стали переходить эти квакеры. Медлить было нельзя. И решением главкома ВМФ Горшкова при разведывательном управлении ВМФ была создана секретная группа, которая должна была ответить на вопрос, что такое квакеры и почему они преследуют наши подводные лодки. Поначалу в качестве основной версии было выдвинуто предположение, что квакеры, опять же, дело рук американцев. На первый взгляд версия выглядела правдоподобно. Квакеры могли быть элементом глобальной системы слежки за советскими подлодками. И все же что-то в этой версии смущало. Что? Если квакеры это часть системы слежения, то они должны представлять собой примерно вот такие радиопоплавки. Однако экспедиция, отправленная специально на поиск квакеров, так ничего и не нашла. То есть сигналы фиксировались, а сами радиопоплавки отсутствовали. И еще один странный факт. Когда моряки попытались нанести на карту местоположение квакеров, выяснилось, что сделать этого нельзя. Возможно, они там как-то передвигались. Но когда подводная лодка возвращалась с выполнения боевой задачи, я начал смотреть на эти вот точки, которые мы заранее нанесли на карту, которые обозначали обнаруженные так называемые квакеры. Они и совпадали. Ну, какие-то совпадали, а какие-то уже не совпадали. Или на месте одних появлялись излучения с другой характеристикой. Но общей картины не получалось. И создалось впечатление, что это движущийся объект. Результаты экспедиции оказались более чем неожиданными. Получалось, что квакеры ведут с подводниками какую-то игру. Они будто дразнят моряков, появляются, исчезают, подходят почти вплотную и всегда остаются неуловимыми. Ученым не удалось ответить на вопрос, что такое квакеры, какова их природа и происхождение. Однако в недрах Министерства обороны все-таки возобладало мнением, что без американцев здесь не обошлось. И было решено ответить созданием собственной системы. Уж очень заманчиво выглядела идея поставить под контроль весь мировой океан. Военным ученым немедленно ставится задача в кратчайшие сроки разработать и внедрить систему, которая перекрыла бы моря и океаны специальными средствами слежения. Грандиозная программа по установлению жучков в планетарном масштабе, а логика холодной войны диктовала только такие масштабы и никак иначе, заработала на полную мощность. Однако, как выяснилось, даже для нашей оборонки эта задача оказалась не по зубам. Но в конечном итоге все это было разработано уже до техники, такой, которая могла быть применена. Но эти буи были такой огромной, так сказать, величины. И они стоили так дорого, что не то, что забросать Атлантический или Тихий океан, а их буквально 100 штук поставить было неспособно наше производство и наше промышление. Итак, для нас задача оказалась невыполнимой. Теперь оставалось выяснить, а как обстоят дела у вероятного противника? Вдруг американцы все-таки придумали глобальную систему слежения и тысячи морских жучков уже шпионят за нашим подводным флотом. Разведка докладывала, дальше вот таких единичных образцов в секретных лабораториях Пентагона продвинуться тоже не смогли. Ученые подтвердили, на то время такая задача являлась абсолютной утопией. Не может быть такой системы обнарушения подводных лодок, которые вот так вот как-то непонятным образом распространяется по всему мировому океану, где там ходят или ходили наши подводные лодки. Слишком большое количество и так далее, и так далее. И вообще это неподъемно. А между тем командиры кораблей продолжают докладывать о встречах с таинственными объектами и о странных квакающих сигналах, которые фиксируют гидроакустики. Многие отмечают осознанный характер действий со стороны квакеров. Иногда казалось, что они настойчиво пытаются установить связь с нашими субмаринами. Кружат вокруг подводных лодок, меняют тональность и частоту сигналов, как бы вызывая подводников на контакт. Особенно же активно они реагируют на гидроакустические сигналы с лодок. Сопровождая субмарины, они часто следуют рядом с ними до выхода из района дежурства. По неволе возникает версия, что эти сигналы издают живые существа, незнакомые до сих пор науке. Совсем недавно в США был опубликован сенсационный снимок. Его обнародовал житель штата Флорида, который обнаружил эту странную находку во время прогулки по морскому берегу. По его словам, это был труп человекообразного монстра, тело которого было покрыто чешуей, а вместо рук и ног хорошо развитые плавники. По сообщениям американской прессы, хозяин предложил свою находку одному из музеев, но потом почему-то передумал и продал труп чудовища с аукциона анонимному покупателю за 2000 долларов. Была ли эта находка фальшивкой, или труп действительно представлял собой переходную ступень между человеком и морским млекопитающим, так и не удалось установить. Остается предполагать, что таинственным покупателем останков морского чудовища мог быть как простой чудак, так и представитель спецслужб, ведь объект был продан буквально в первые минуты торгов. Между тем, история хранит немало свидетельств того, что с человекообразными морскими обитателями моряки встречались много раз. Так называемых русалок видели известные мореплаватели и Колумб, и Магеллан, и Генри Гудзон, о чем говорят записи в судовых журналах. В известной книге швейцарского натуралиста Конрада Гесснера зафиксирован случай поимки в Адриатическом море морского дьявола. А также вот такого таинственного существа размером с пятилетнего ребенка, найденного в 1523 году на берегу моря. Некоторые ученые считают, что за русалок моряки могут принимать морских сирен. Это водное млекопитающее длиной от двух до четырех метров. Туловище у них торпедовидное. Передние конечности напоминают ласты, а вместо задних хвостовой плавник. Особенно при свете Луны их крики и очертания вполне похожи на человеческие. Впрочем, эти объяснения не дают ответа на вопрос, что же за объекты преследуют наши подводные лодки. Поскольку вопрос-то необъяснимый, подчас и наши ученые, в том числе из Российской Академии говорили, это биологического происхождения шума. С тем, чтобы закрыть вопрос. Какой биологии? А вот, видимо, там какие-то вот плантоны собираются кучи на определенный период. То ли это косатки, то ли это еще кто-то. Ну, в общем-то, по-всякому. Кто как умел, так и объяснял. Биологическую основу. Версию разумных существ в 50-е годы высказал еще знаменитый исследователь мирового океана Жак Пикар. Сохранилась запись, сделанная его рукой в вахтенном журнале. 15 ноября 1959 года Жак Пикар вместе с американским офицером Доном Уолчем на борту Батискафа погружался в самое глубокое место Марианской впадины. На глубине полтора километра рукой исследователя была сделана запись о приближении к Батискафу большого дискообразного предмета. По периметру диск светился габаритными огнями. Среди черной глубоководной пустыни эта встреча произвела на исследователей неизгладимое впечатление. Объект был виден настолько ясно, что объяснить его появление обманом зрения было невозможно. К счастью, объект проследовал мимо Батискафа, не причинив ему вреда. В аналогичной ситуации советским морякам повезло куда меньше. Только по счастливой случайности тогда обошлось без жертв. Это произошло 1 сентября 1968 года. Научно-исследовательский корабль академик Курчатов выполнял программу изучения морского дна. Во время спуска за борт бокса с аппаратурой на глубине 500 метров приборы неожиданно зафиксировали приближение неопознанного объекта. А через несколько секунд на бокс обрушились тяжелые удары, будто кто-то ломился внутрь. Затем оборвался трос. Через несколько минут два остальных и бокс с аппаратурой ушел на глубину. Когда обрыжки тросов были подняты на палубу, концы их выглядели так, будто они были перекушены гигантскими щипцами. Что за чудовище охотилось за подводным аппаратом и получило его в качестве трофея неизвестно. Следы агрессивного поведения неопознанных объектов военно-морская разведка фиксирует и во льдах мирового океана. В районе Кольского полуострова была обнаружена гигантская полынья явно искусственного происхождения. Она была диаметром в 7 метров, имела форму абсолютного круга, но самое главное, она имела оплавленные края. Как будто по ним провели гигантским раскаленным утюгом. Впрочем, такие следы могли оставить и двигатели неизвестного летательного аппарата. Трудно сказать, то ли объект садился на лед, то ли объект выходил из-под льда. Но, во всяком случае, толщина льда там составляла около метра. Эти факты, конечно, подлежали дополнительному анализу, но трудно определить, потому что свидетелей самой посадки или же выхода из-под воды не было. Был только факт, который связан явно. И повышенный электромагнитным полем в районе этой полонии и вот такими очень четкими геометрическими параметрами. Первая, самая простая версия подводный пуск ракеты. Но эта версия не выдерживала никакой критики. Во-первых, она не объясняла повышенный уровень магнитного поля. А во-вторых, при толщине льда около метра сам пуск ракеты просто невозможен. И американцы, значит, и в том числе и мы, значит, осуществляли пуски из района Северного Ледовитого океана. Но ни один пуск не производился из-подо льда. Все пуски производились, значит, с надводного старта, значит, из полунии. Даже в битом льду и вообще применение какого-либо ракетного оружия, значит, невозможно. Но если это так, то как объяснить эпизод, свидетелями которого стали американские моряки, принимавшие участие в военно-морских учениях в Атлантике, когда огромный серебристый шар, пробив трехметровый слой льда, выскочил рядом с канадским ледоколом и на огромной скорости ушел за горизонт. О том, что все эти случаи никак не плод больной фантазии, свидетельствует серьезность, с которой моряки реагируют на подобные встречи с неизвестными объектами, ведь в некоторых случаях угроза нападения была абсолютно реальной. 7 октября 1977 года у меня в квартире дома раздался телефонный звонок и меня пригласили к адмиралу флота Николаю Ивановичу Свернову. Он по громкоговорящей связи селекторной связался с оперативным дежурным Северного флота. Дежурный докладывал, что раным утром 7 октября плавбаза подводных лодок «Волга», находящаяся в Баренцевом море в удалении 200 миль от берега, подверглась облету девяти неопознанных летающих объектов размером примерно с вертолет, которые являли собой как бы металлические диски, они над этой «Волгой» учинили хоровод и 18 минут маневрировали. Согласно докладу командира базы, девять неопознанных объектов дискообразной формы, выскочив из-под воды, выписывали фигуры высшего пилотажа на недостижимых для обычных летательных аппаратов скоростях и даже имитировали воздушные атаки. Командир плавбазы, капитан 3-го ранга Таранкин пытался связаться с командованием Северного флота, чтобы получить инструкции, но радиосвязь неожиданно вышла из строя. Зрелище было настолько невероятное, что командир по громкоговорящей связи дал экипажу команду наблюдать неопознанные объекты, запоминать детали, делать рисунки. Капитан всерьез испугался, что его примут за сумасшедшего, когда он будет докладывать об НЛО, и эти рисунки должны были хоть как-то подтвердить его слова. Воздушная ушли за горизонт. Как только НЛО улетели, возобновилась радиосвязь, пошла радиограмма в Североморск, через час прилетел самолет-разведчик, но инцидент был уже исчерпан, разведывать было нечего. И вот тогда при мне Смирнов дал команду заместителю начальника главного штаба вице-адмиралу Петру Навойцеву команду внедрить эту инструкцию по флотам и флотилиям. И сказал, зайдете ко мне и текст заберете у меня. Так на свет появился документ, который впервые в истории военно-морского флота фактически признавал, что неопознанные объекты существуют и предписывал, как действовать морякам при встрече с ними. Появление документа сопровождалось большими трудностями. Наверху серьезность вопроса многие подвергали сомнению и не считали необходимым заниматься так называемой чертовщиной. Ведь военным приходилось облекать форму приказа то, что не поддавалось никакому объяснению. Впрочем, уже было понятно, что вопрос неопознанных объектов сам по себе становился фактором государственной безопасности и никак не меньше. Что должен думать командир атомного подводного крейсера при встрече с неопознанным объектом? Что делать? Как поступать? Не обращать внимания? Срочно погружаться? Всплывать? А может атаковать? Но десятки межконтинентальных баллистических ракет на борту слишком серьезный груз ответственности и импульсивное сиюминутное решение командира атомного крейсера может привести к непредсказуемым последствиям. Для анализа информации о неопознанных объектах в главном штабе военно-морского флота была создана специальная группа которая должна была если не ответить на вопрос что такое неопознанное явление то хотя бы объяснить командирам да это существует вы не сошли с ума выглядит это примерно так не бойтесь докладывать и соблюдайте спокойствие была создана группа куда были приглашены офицеры нашего управления офицеры научно-технического комитета ученые научно-технических конститутов которые занимались анализом всей этой информации для того чтобы эту информацию все переварить фактически отсеять отфильтровать в главном штабе военно-морского флота была создана специальная группа которая работа которая носила конфиденциальный характер и информация еженедельно докладывалась заместителям командующим военно-морским флотом этой сверхсекретной группой были описаны наиболее характерные и часто наблюдаемые явления которые наука объяснить не в силах информация должна была помочь командирам атомных крейсеров сориентироваться и принять правильное решение при встрече с неопознанными объектами свести к минимуму фактор внезапности избежать шока который часто испытывали моряки при встрече с необъяснимым работа по изучению неопознанных объектов не дала ответа на вопрос об инопланетянах прямых доказательств того что все это дело рук морских пришельцев не было впрочем точно так же не было данных о том что неопознанные объекты это суперсекретные разработки американцев а именно этот вопрос волновал командование в первую очередь со временем удалось определить примерную географию появления так называемых пришельцев выяснилось что неопознанные объекты появляются как правило в определенных точках мирового океана и с некоторой периодичностью в районе Бермудского треугольника в районе Средней Атлантики там даже были претензии капитанов кораблей бразильских аргентинских что они мешают нашей навигации они прямо ныряют под носом в воду именно эта статистика заставила еще в 60-е годы американских ученых всерьез заняться исследованием Бермудского треугольника полученные результаты оказались поистине невероятными посылая радиосигналы из одной точки в другую ученые столкнулись с фактами которые современная наука объяснить не в силах отправленный сигнал возвращался не сразу как это бывает всегда а через несколько минут часов или даже суток но еще более поразительным было то что иногда к собственным сигналам примешивались чужие анализ показывал что это не эхо и не повторение первичного сигнала а передача закодированная неизвестным науке шифром учат участники эксперимента признав 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 складывалось ощущение будто в глубине кто-то принимал их сигнал а затем на той же волне передавал собственные сигналы тогда в 60-е годы эти сигналы расшифровать не удалось через 30 лет эту попытку повторили работы проводились на сверхмощных компьютерах Пентагона о результатах информации нет между тем такие сигналы получали не только в районе Бермудского треугольника но и в других точках мирового океана первое место занимает Атлантика в Атлантике наблюдается 44% случаев наблюдений и контактов 16% в Тихом океане и 10% в Средиземном море карта составленная по результатам наблюдений за неопознанными объектами некоторых исследователей навела на мысль о том что возможно в этих точках на дне мирового океана могут находиться их подводные базы при всей фантастичности эта версия имеет в научном мире немало последователей которые в качестве доказательства приводят факты во время обследования дна Бермудского треугольника в самом его центре были обнаружены две гигантские пирамиды это открытие сделал известный океанолог доктор Верларк Мейлер по мнению ученых пирамиды возникли сравнительно недавно а самое главное они покрыты неизвестным науке материалом по фактуре напоминающим толстое стекло еще более любопытную находку сделали австрийские ученые на дне котловины Беллинсгаузен камера их батискафа на глубине 6 километров запечатлела загадочный овальный объект который излучал сильный внутренний свет по версии ученых объект производит впечатление искусственного происхождения получить более подробную информацию об этом феномене современные достижения науки пока не позволяют слишком глубоко как это не парадоксально но мировой океан изучен гораздо меньше чем космос на орбите побывали уже сотни людей а на глубину даже 6 километров опускались единицы между тем главные тайны океана спрятаны именно там было бы наивно полагать что военные рассказали нам все сегодня мы имеем возможность узнать как это было 20 лет назад но все программы связанные с изучением НЛО засекречены все факты говорят о том что эти неопознанные летающие объекты совершенно разной геометрией и формой имеют действительно разумный преднамеренный технологический характер о чем идет речь о тайном технологическом рывке одной из земных супердержав или о неопровержимых фактах существования морских пришельцев официального ответа на этот вопрос пока не существует но это не значит что его нет но это не значит как Продолжение следует... Этой сверхсекретной группой были описаны наиболее характерные и часто наблюдаемые явления, которые наука объяснить не в силах. Информация должна была помочь командирам атомных крейсеров сориентироваться и принять правильное решение при встрече с неопознанными объектами. Свести к минимуму фактор внезапности, избежать шока, который часто испытывали моряки при встрече с необъяснимыми. Работа по изучению неопознанных объектов не дала ответа на вопрос об инопланетянах. Прямых доказательств того, что все это дело рук морских пришельцев, не было. Впрочем, точно так же не было данных о том, что неопознанные объекты это суперсекретные разработки американцев. А именно этот вопрос волновал командование в первую очередь. Со временем удалось определить примерную географию появления так называемых пришельцев. Выяснилось, что неопознанные объекты появляются, как правило, в определенных точках мирового океана и с некоторой периодичностью. В районе Бермудского треугольника, в районе Средней Атлантики, там даже были претензии капитанов, кораблей бразильских, аргентинских, что они мешают нашей навигации. Они прямо ныряют под носом в воду. Именно эта статистика заставила еще в 60-е годы американских ученых всерьез заняться исследованием Бермудского треугольника. Полученные результаты оказались поистине невероятными. Посылая радиосигналы из одной точки в другую, ученые столкнулись с фактами, которые современная наука объяснить не в силах. Отправленный сигнал возвращался не сразу, как это бывает всегда, а через несколько минут, часов или даже суток. Но еще более поразительным было то, что иногда к собственным сигналам примешивались чужие. Анализ показывал, что это не эхо и не повторение первичного сигнала, а передача, закодированная неизвестным науке шифром. Участники эксперимента признавались, что складывалось ощущение, будто в глубине кто-то принимал их сигнал, а затем на той же волне передавал собственные сигналы. Тогда, в 60-е годы, эти сигналы расшифровать не удалось. Через 30 лет эту попытку повторили. Работы проводились на сверхмощных компьютерах Пентагона. О результатах информации нет. Между тем, такие сигналы получали не только в районе Бермудского треугольника, но и в других точках Мирового океана. Первое место занимает Атлантика. В океан, где там ходят или ходили наши подводные лодки. Слишком большое количество и так далее, и так далее. И вообще это неподъемно. А между тем, командиры кораблей продолжают докладывать о встречах с таинственными объектами. И о странных квакающих сигналах, которые фиксируют гидроакустики. Многие отмечают осознанный характер действий со стороны квакеров. Иногда казалось, что они настойчиво пытаются установить связь с нашими субмаринами. Кружат вокруг подводных лодок, меняют тональность и частоту сигналов, как бы вызывая подводников на контакт. Особенно же активно они реагируют на гидроакустические сигналы с лодок. Сопровождая субмарины, они часто следуют рядом с ними до выхода из района дежурства. По неволе возникает версия, что эти сигналы издают живые существа, незнакомые до сих пор науке. Совсем недавно в США был опубликован сенсационный снимок. Его обнародовал житель штата Флорида, который обнаружил эту странную находку во время прогулки по морскому берегу. По его словам, это был труп человекообразного монстра, тело которого было покрыто чешуей, а вместо рук и ног хорошо развитые плавники. По сообщениям американской прессы, хозяин предложил свою находку одному из музеев, но потом почему-то передумал и продал труп чудовища с аукциона, анонимному покупателю за 2000 долларов. Была ли это находка фальшивкой, или труп действительно представлял собой переходную ступень между человеком и морским млекопитающим, так и не удалось установить. Остается предполагать, что таинственным покупателем останков морского чудовища мог быть как простой чудак, так и представитель спецслужб, ведь объект был продан буквально в первые минуты торгов. Между тем, история хранит немало свидетельств того, что с человекообразными морскими обитателями моряки встречались много раз. Так называемых русалок видели известные мореплаватели, и Колумб, и Магеллан, и Генри Гудзон, о чем говорят записи в судовых журналах. В известной книге швейцарского натуралиста Конрада Гесснера зафиксирован случай поимки в Адриатическом море морского дьявола. А также вот такого таинственного существа размером с пятилетнего ребенка, найденного в 1523 году на берегу моря. Некоторые ученые считают, что за русалок моряки могут принимать морских сирен. Это водное млекопитающее длиной от двух до четырех метров. Туловище у них торпедовидное. Передние конечности напоминают ласты, а вместо задних – хвостовой плавник. Особенно при свете Луны их крики и очертания вполне похожи на человеческие. Впрочем, эти объяснения не дают ответа на вопрос, что же за объекты преследуют наши подводные луны. Был такой случай. Стыдно признаться, но он какое-то действительно гнетущее впечатление, даже какое-то чувство страха вызывал. На кухне сидит Виктор Кулаков, командир подводной лодки нашей же бригады, который передо мной ходил на этот рубеж в январе месяце. Он сидит и говорит, Юра, я точно так же, один к одному, в этом же месте, видел то же самое, точно так же, как и ты, делал попытки подойти, разобраться, посмотреть, махал рукой, погружался и уходил. И естественно, говорит, я тоже никуда не записал, но тогда еще директив никаких не было, докладывать о неопознанном объекте не надо было, ну, тем более нас ничего это не обязало. Была и еще одна причина, по которой моряки не спешили докладывать о таких встречах. В некоторых случаях приборы просто ничего не фиксировали. То есть радары показывали, что на десятки километров горизонт чист, а команда наблюдала рядом с судном яркие огненные шары, треугольники. Иногда это и вовсе были объекты в виде летательных аппаратов непонятного происхождения. В районе Канарских островов команда нашего корабля ясно наблюдала объект, который представлял собой классическую летающую тарелку. Точно такую же, как в фантастических боевиках. Я имел возможность не только наблюдать зрительный этот объект, но и заглянуть в бинокуляр с увеличением в 20 раз, 20-кратный. Объект наблюдался в течение примерно 20 минут. И я хорошо его успел рассмотреть в стереотрубу. Это, как я еще раз говорю, классической тарелке из тремя ножки. Верхняя часть абсолютно гладкая, скажем, как парашют, а нижняя, она больше похожа на угол. Естественно, с большого расстояния, трудно говорить о конкретных размерах, но цвет, цвета огня. Желто-красные такие тона, без переливов, ровный свет. Это видело большое количество народу. Это кроме вахтенного офицера, сигнальщика, который обнаружил, приглашенный на верх командир, я его видел, значит, и порядка 50 курсантов. Однако, несмотря на большое количество свидетелей, наблюдавших летающую тарелку, технических доказательств этого явления, то есть даже для нашей оборонки эта задача оказалась не по зубам. Но в конечном итоге все это было разработано уже до техники такой, которая могла быть применена. Но эти буи были такой огромной, так сказать, величины. И они стоили так дорого, что не то, что забросать Атлантический или Тихий океан, а их буквально 100 штук поставить было неспособно наше производство и наше промышление. Итак, для нас задача оказалась невыполнимой. Теперь оставалось выяснить, а как обстоят дела у вероятного противника? Вдруг американцы все-таки придумали глобальную систему слежения и тысячи морских жучков уже шпионят за нашим подводным флотом. Разведка докладывала, дальше вот таких единичных образцов в секретных лабораториях Пентагона продвинуться тоже не смогли. Ученые подтвердили, на то время такая задача являлась абсолютной утопией. Не может быть такой системы обнарушения подводных лодок, которая вот так вот, ну, как-то непонятным образом распространяется по всему мировому океану, где там ходят или ходили наши подводные лодки. Слишком большое количество и так далее, и так далее. И вообще это неподъемно. А между тем командиры кораблей продолжают докладывать о встречах с таинственными объектами и о странных квакающих сигналах, которые фиксируют гидроакустики. Многие отмечают осознанный характер действий со стороны квакеров. Иногда казалось, что они настойчиво пытаются установить связь с нашими субмаринами. Кружат вокруг подводных лодок, меняют тональность и частоту сигналов, как бы вызывая подводников на контакт. Особенно же активно они реагируют на гидроакустические сигналы с лодок. Сопровождая субмарины, они часто следуют рядом с ними до выхода из района дежурства. По неволе возникает версия, что эти сигналы издают живые существа, незнакомые до сих пор науке. Совсем недавно в США был опубликован сенсационный снимок. Его обнародовал житель штата Флорида, который обнаружил эту странную находку во время прогулки по морскому берегу. По его словам, это был труп человекообразного монстра, тело которого было покрыто чешуей, а вместо рук и ног – хорошо развитые плавники. По сообщениям американской прессы, хозяин предложил свою находку одному из музеев, но потом почему-то передумал и продал труп чудовища с аукциона, анонимному покупателю за 2000 долларов. Была ли эта находка фальшивкой, или труп действительно представлял собой переходную ступень между человеком и морским млекопитающим, так и не удалось установить. Остается предполагать, что таинственным покупателем останков морского чудовища мог быть как простой чудак. Мы осуществляли пуски из района Северного Ледовитого океана, но ни один пуск не производился из-подо льда. Все пуски производились с надводного старта, из полунии. Даже в битом льду и вообще применение какого-либо ракетного оружия невозможно. Но если это так, то как объяснить эпизод, свидетелями которого стали американские моряки, принимавшие участие в военно-морских учениях в Атлантике, когда огромный серебристый шар, пробив трехметровый слой льда, выскочил рядом с канадским ледоколом и на огромной скорости ушел за горизонт. О том, что все эти случаи никак не плод больной фантазии, свидетельствует серьезность, с которой моряки реагируют на подобные встречи с неизвестными объектами. Ведь в некоторых случаях угроза нападения была абсолютно реальной. 7 октября 1977 года у меня в квартире дома раздался телефонный звонок и меня пригласили к адмиралу флота Николаю Ивановичу Смирнову. Он по громкоговорящей связи селекторной связался с оперативным дежурным Северного флота. Дежурный докладывал, что раным утром 7 октября плавбаза подводных лодок «Волга», находящаяся в Баренцевом море в удалении 200 миль от берега, подверглась облету 9 неопознанных летающих объектов размером примерно с вертолет, которые являли собой как бы металлические диски. Они над этой «Волгой» учинили хоровод и 18 минут маневрировали. Согласно докладу командира базы, 9 неопознанных объектов дискообразной формы, выскочив из-под воды, выписывали фигуры высшего пилотажа на недостижимых для обычных летательных аппаратов скоростях и даже имитировали воздушные атаки. Командир плавбазы, капитан 3-го ранга Таранкин, пытался связаться с командованием Северного флота, чтобы получить инструкции, но радиосвязь неожиданно вышла из строя. Зрелище было настолько невероятное, что командир по громкоговорящей связи дал экипажу команду наблюдать неопознанные объекты, запоминать детали, делать рисунки. Капитан всерьез испугался, что его примут за сумасшедшего, когда он будет докладывать об НЛО, и эти рисунки должны были хоть как-то подтвердить его слова. Воздушная атака продолжалась 18 минут, а потом НЛО ушли за горизонт. Как только НЛО улетели, возобновилась радиосвязь, пошла радиограмма в Североморск, через час прилетел самолет-разведчик, но инцидент... Что-то похожее такого на круглое чуть-чуть, эллипсовидное чуть-чуть, но достаточно большое оказалось мне, и недалеко, как мне показалось. Луна была совершенно в другой стране, А это нечто было такого оранжево-красного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение. Просто аж какое-то давящее на психику, ну, я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторое создавало. Это не было кораблем, не было судном, то есть не было надводным, ничем надводным, ни каким-нибудь там объектом. Это было что-то над поверхностью. Поэтому мы приняли решение, ничего в журнал не записывать, поскольку объяснить мы не в состоянии были, что это такое, а погрузиться и продолжать выполнять задачи. Зафиксировать появление неопознанных объектов крайне трудно, однако такие свидетельства также существуют. Эти уникальные снимки были сделаны в районе Канарских островов. По словам моряков, из-под воды неожиданно вылетел огромный темный объект и устремился вверх. Через мгновение он вспыхнул огненным шаром и, повисев некоторое время в районе судна, исчез, оставив яркое светящееся облако. Через два месяца аналогичное явление наблюдали уже черноморские моряки. Из-под воды прямо перед кораблем вылетел сияющий диск, ярко осветивший лучом все вокруг. В этот момент и был сделан этот редкий снимок. Через полгода тревожная весть пришла из района Курильских островов. Во время учебного похода крейсера «Варяг» неопознанный летающий объект на огромной скорости приблизился к судну, облетел его, как будто наблюдая за действиями команды, а затем на глазах у изумленных моряков стремительно погрузился в океан, при этом не подняв даже брызг. Эти очень разные случаи, которые происходили в разных точках мирового океана, объединяет один очень странный факт. Моряки, которые наблюдали появление неопознанных летающих или подводных объектов, отмечают, что в этот момент они начинали испытывать внезапное чувство психологического дискомфорта, непонятного страха. Многие чувствовали сильную головную боль и общее недомогание. В те годы все, что было связано с НЛО, в Советском Союзе официально считалось антинаучным. Говорить о том, что кто-то видел какой-то объект, и при этом у него разболелась голова, было просто небезопасно. За такие разговоры военный моряк мог лишиться должности, а мог и в психушку угодить. Поэтому, конечно, люди делились между собой информацией, но делали это в узком кругу и без посторонних ушей. Подводводка вернулась в базу, в Гремиху. Через день там собрались. Грубо говоря, было нельзя. Что делать с этими донесениями? Никто не знал. С одной стороны, версия инопланетных пришельцев была слишком экзотической, чтобы ею заниматься всерьез. Но с другой, речь могла идти и о применении противникам сверхсекретного оружия с неизвестными науке характеристиками. А это уже угроза национальной безопасности. Тогда и было решено подключить к расследованию всех этих странных фактов разведку. В результате, донесения легли на стол начальника разведки ВМФ, вице-адмирала Юрия Иванова. С этой информацией надо было что-то делать, и он вызывает к себе Владимира Ажажу, руководителя экспедиции на подводной лодке «Северянка». Иванов вывалил мне несколько томов донесений о наблюдении неопознанных летающих объектов на флотах и флотилиях. Я прочитал эти донесения, и за три часа из обычного человека трансформировался в уфолога. Я понял, что это серьезно, и это требует глубоких, фундаментальных научных исследований. Но прежде чем проводить исследование, нужно было разобраться с самим предметом исследования. Может быть, все это выдумки? Галлюцинации? Мираж? Сомнения отпали почти сразу. Ведь докладывали о своих встречах с неопознанными объектами опытные моряки, люди авторитетные, много лет отдавшие флоту. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота контр-адмирала Владимира Домысловского, которого я знал лично. Он неоднократно докладывал о зависании в отдаленных акваториях Тихого океана гигантского цилиндра над водой длиной в несколько сот метров как бы металлического серебристого тела, из одного конца которого, как пчелы из улья, вылетали мелкие неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, заныривали под воду, затем выныривали обратно, вновь залетали в этот самый цилиндр, и так многократно совершив свои циклы, загружали с него, и цилиндр уходил за горизонт. Согласно донесению, неопознанный объект выглядел примерно так. Тело цилиндрической формы, если судить по цвету, выполненное из металла, представляло собой базу, с которой стартовали летательные аппараты, и совершив полет, возвращались обратно. Впрочем, были донесения, которые вызывали еще более серьезную тревогу. Неопознанные объекты не только наблюдали за подводными лодками и военными кораблями, но даже и предпринимали попытки нападения. Впрочем, были донесения о том, что командиры подводных лодок с помощью гидроакустической аппаратуры им докладывали... использовать главный пузырь ВМС США – сверхсекретную торпеду. Самая новейшая торпеда, которая была в них, так сказать, произведена, они ее, значит, так сказать, тоже пустили для того, чтобы уничтожить эту подводную цель. Она, эта торпеда, промахнулась, значит, и не попала ни в какую цель, а затонула. Тогда была целая операция организована, потому что это сверхсекретная торпеда, надо было ее поймать, надо было ее достать, надо было ее найти и так далее, и тому подобное. В общем, ажиотаж был очень большой. Неудачу с применением сверхсекретной торпеды командование НАТО переживает очень болезненно. Но еще более неприятным выглядит другой вопрос. Неужели Советскому Союзу удалось действительно создать такую суперлодку, которая абсолютно неуязвима? Чтобы оправдаться в глазах общественности, Пентагон отдает в прессу все имеющиеся в наличии факты, косвенно подтверждающие советский след. Результат анализа этих фактов оказался более чем неожиданным. В результате этого ажиотажа были какие-то предъявлены, так сказать, на международную арену, какие-то пленки записи шумов, там, различных, которые похожи на шумы подводной лодки, еще там что-то. Эти шумы анализировались, потом доказывалось о том, что, значит, эти шумы не имеют отношения к подводной лодке. Встречи с неопознанными объектами моряки фиксируют с пугающей регулярностью. Тревога моряков вполне оправдана. Любой неопознанный объект вблизи атомного крейсера – источник повышенной опасности. А если этот объект ведет себя непредсказуемо? Если с точки зрения земной логики невозможно объяснить, почему он так быстро движется, почему способен летать по воздуху, погружаться в море, появляться и внезапно исчезать, то эта опасность удваивается. Всего за 4 месяца 68-го года при загадочных обстоятельствах погибли 4 подводных лодки. В Средиземном море израильская лодка «Дакар» и французская «Минерва». В марте в Тихом океане советская К-129. А в мае в Атлантике бесследно исчезла гордость ВМС США – атомоход «Скорпион». Когда специалисты анализировали причины этих морских катастроф, выяснилось, что в трех случаях из четырех командиры подлодок докладывали о таинственных объектах неизвестного происхождения, которые были зафиксированы в непосредственной близости. Возможно, это совпадет. А если нет? Еще раньше специалисты военно-морской разведки вынуждены были обратить внимание на один странный факт. Каждый раз незадолго до появления неопознанных объектов электронные приборы начинали фиксировать резкий скачок магнитного поля. От одних наших... Так была ли встреча с неопознанным подводным объектом? Можно предположить, что так спецслужбы просто решили скрыть истинную причину аварии. Но тогда возникает вопрос, где обломки погибшей лодки и кому принадлежали таинственные подводные объекты, которые наблюдал все-таки не один десяток моряков. Неопознанные летающие объекты беспокоят военных моряков не только США, но и Советского Союза. НЛО могут погружаться на большую глубину, развивать огромную скорость и даже атаковать. В то самое время, когда американцы охотились на морских пришельцев, на другом конце мирового океана экипаж советской атомной субмарины становится свидетелем еще более необычного явления. Во время планового всплытия рядом с лодкой был обнаружен объект, внешне напоминающий гигантскую сигару. Вначале командир лодки решил, что это патрульный дирижабль и приказал срочно готовиться к погружению. Однако то, что они увидели в следующий момент, заставило экипаж в буквальном смысле оцепенеть. Воздушный объект стал медленно погружаться и скрылся под водой. Гидролокаторы зафиксировали звук этого погружения. Затем из объекта ударил мощный луч. Через 10 секунд примерно второй луч в сторону корабля, который шел справа борта. Ну, эти лучи, в общем-то, так они оставались некоторое время и потом погасли. Но этот предмет, он начал приближаться к подводной лодке. НЛО завис буквально над подводной лодкой. Я уже не видел полос, а видел только темную часть нижнюю, где не просматривалось ничего светящегося. Через некоторое время, там где-то около одной минуты, он снова начал удаляться в том же направлении, откуда появился. Размеры его в диаметре где-то от 8 до 15 метров, вот в этих пределах. Но это точно, поскольку он был довольно близко от подводной лодки, я его края, так сказать, фиксировал. По неофициальной информации, еще более таинственная встреча произошла на Байкале, во время окружных сборов подразделений водолазов-разведчиков. Ветераны рассказывают, что во время выполнения учебного погружения, бойцы этого сверхсекретного подразделения столкнулись под водой с группой неизвестных пловцов. Вначале их приняли за подводных диверсантов вероятного противника, хотя откуда им взяться на Байкале? Тем не менее, наши водолазы попытались задержать и Колумб, и Магеллан, и Генри Гудзон, о чем говорят записи в судовых журналах. В известной книге швейцарского натуралиста Конрада Гесснера зафиксирован случай поимки в Адриатическом море морского дьявола. А также вот такого таинственного существа размером с пятилетнего ребенка, найденного в 1523 году на берегу моря. Некоторые ученые считают, что за русалок моряки могут принимать морских сирен. Это водное млекопитающее длиной от двух до четырех метров. Туловище у них торпедовидное. Передние конечности напоминают ласты, а вместо задних хвостовой плавник. Особенно при свете Луны их крики и очертания вполне похожи на человеческие. Впрочем, эти объяснения не дают ответа на вопрос, что же за объекты преследуют наши подводные лодки. поскольку вопрос необъяснимый, по часу наши ученые, в том числе из российской академии говорили, это биологическое происхождение шума. С тем, чтобы закрыть вопрос, какой биологии. А вот, видимо, там какие-то вот плантоны собираются кучи на определенный период, то ли это косатки, то ли это еще кто-то, ну, в общем-то, по-всякому. Кто как умел, так и объяснял биологическую основу. Версию разумных существ в 50-е годы высказал еще знаменитый исследователь мирового океана Жак Пикар. Сохранилась запись, сделанная его рукой в вахтенном журнале. 15 ноября 1959 года Жак Пикар вместе с американским офицером Доном Уолчем на борту батискафа погружался в самое глубокое место Марианской впадины. На глубине полтора километра рукой исследователя была сделана запись о приближении к батискафу большого дискообразного предмета. По периметру диск светился габаритными огнями. Среди черной глубоководной пустыни эта встреча произвела на исследователей неизгладимое впечатление. Объект был виден настолько ясно, что объяснить его появление обманом зрения было невозможно. К счастью объект проследовал мимо батискафа не причинив ему вреда. В аналогичной ситуации советским морякам повезло куда меньше. Только по счастливой случайности тогда обошлось без жертв. Это произошло 1 сентября 1968 года. Научно-исследовательский корабль академик Курчатов выполнял программу изучения морского дна. Во время спуска за борт бокса с аппаратурой на глубине 500 метров приборы неожиданно зафиксировали приближение неопознанного объекта. А через несколько секунд в пустыне эта встреча произвела на исследователей неизгладимое впечатление. Объект был виден настолько ясно, что объяснить его появление обманом зрения было невозможно. К счастью объект проследовал мимо батискафа не причинив ему вреда. В аналогичной ситуации советским морякам повезло куда меньше. Только по счастливой случайности тогда обошлось без жертв. Это произошло 1 сентября 1968 года. Научно-исследовательский корабль академик Курчатов выполнял программу изучения морского дна. Во время спуска за борт бокса с аппаратурой на глубине 500 метров приборы неожиданно зафиксировали приближение неопознанного объекта. А через несколько секунд на бокс обрушились тяжелые удары будто кто-то ломился внутрь. Затем оборвался трос. Через несколько минут два остальных и бокс с аппаратурой ушел на глубину. Когда обрывки тросов были подняты на палубу концы их выглядели так будто они были перекушены гигантскими щипцами. Что за чудовище охотилось за подводным аппаратом и получило его в качестве трофея неизвестно. Следы агрессивного поведения неопознанных объектов военно-морская разведка фиксирует и во льдах Мирового океана. В районе Кольского полуострова была обнаружена гигантская полынья явно искусственного происхождения. Она была диаметром в 7 метров. Имела форму абсолютного круга, но самое главное она имела оплавленные края. Как будто по ним провели гигантским раскаленным утюгом. Впрочем, такие следы могли оставить и двигатели неизвестного летательного аппарата. Трудно сказать, то ли объект садился на лед, то ли объект выходил из-под льда. Но, во всяком случае, толщина льда составляла около метра. Эти факты, конечно, подлежали дополнительному анализу, но трудно определить, потому что свидетелей самой посадки или же выхода из-под воды не было. Был только факт, который связан явно и повышенный электромагнитным полем в районе этой полонии и вот такими очень четкими геометрическими параметрами. Первая, самая простая версия подводный пуск ракеты. Но эта версия не выдерживала никакой критики. Во-первых, она не объясняла повышенный уровень магнитного поля. А во-вторых, при толщине льда около метра сам цилиндр уходил за горизонт. Согласно донесению, неопознанный объект выглядел примерно так. Тело цилиндрической формы, если судить по цвету, выполненное из металла, представляло собой базу, с которой стартовали летательные аппараты и, совершив полет, возвращались обратно. Впрочем, были донесения, которые вызывали еще более серьезную тревогу. Неопознанные объекты не только наблюдали за подводными лодками и военными кораблями, но даже и предпринимали попытки нападения. Были донесения о том, что командиры подводных лодок с помощью гидроакустической аппаратуры им докладывали, они были вынуждены уклоняться, маневрировать от неопознанных подводных целей. Был случай, когда современная атомная подводная лодка попала в клещи и была вынуждена всплыть. И тогда шесть неопознанных летающих объектов, шесть летающих тарелок, симметрично, которые окружали подводную лодку, они взлетели и ушли за горизонт. С такой ситуацией столкнулась флотилия боевых кораблей Аргентины. В своих территориальных водах они обнаружили две подводные лодки необычной формы. Согласно отчету, одна лежала на грунте, другая описывала вокруг нее круги. Противолодочные корабли сбросили на нарушителей границы тонны глубинных бомб. Однако это не помешало таинственным объектам всплыть на поверхность и развив невероятную для морского судна скорость уйти в открытое море. В догонку был открыт артиллерийский огонь. Он не причинил объектам никакого времена. То, что в следующий момент увидели моряки на экранах гидролокаторов, ошеломило их. Количество так называемых лодок вначале удвоилось, затем их стало шесть. Они излучали странные, ни на что не похожие квакающие сигналы. Рассматривалось две версии происшедшего. Первая, конечно, диверсия советского флота, а вторая, территориальные воды Аргентины посетили подводные пришельцы. Однако странные сигналы становятся настоящим кошмаром и для советских моряков. Когда его слушаешь, он напоминает может быть кваканье лягушки или что-то похожее. Почему их и назвали квакерами. И он как и лягушка. Лягушка квакает, потом она замолкает, потом опять начинает квакать. То есть у нее есть какой-то период, какой-то продолжительность, чистота. То она начинает быстро квакать, там, значит, там, значит, там, квак-квак-квак-квак-квак, там, значит, квак-квак, так и квакер примерно. Таинственные армии